Потенциально значительным шагом вперед назвали в Белом доме достигнутые в Минске договоренности. Вместе с тем, как заявил Вашингтон, показателем эффективности минских соглашений станет прекращение военных действий и восстановление контроля Украины над границей с Россией. Примерно в таком же духе итоги встречи прокомментировали лидеры Евросоюза, которые из столицы Беларуси уже вернулись в Брюссель на саммит глав стран ЕС. Подробнее в репортаже корреспондента РТВ в Европе Яны Карповой. Долгая Минская ночь плавно перетекла в Брюссельскую. После переговоров нормандской четвертки главы Германии и Франции отправились в столицу Бельгии на первый в этом году саммит лидеров ЕС. С ними и Петр Порошенко, которого не без радости приветствуют его европейские коллеги. Бессонная ночь в Минске заставила политиков начать с трехчасовым опозданием. Перед началом саммита Франсуа Алан поделился своими впечатлениями от подписанной декларации. Соглашение не является гарантией долгосрочного успеха. Нам предстоит следить за его выполнением и оказывать давление, убеждать в необходимости тех действий, о которых мы договорились при нашем с госпожой канцлером посредничестве. Не испытывает иллюзий по поводу минских договоренностей и глава Германии. Она полагает, что это важно, чтобы за словами последовали действия. Те же европейские лидеры, которые наблюдали... ...соглашение станет соблюдением режима прекращения огня. И зависит это от Москвы. На самом деле все в этом случае имеет отношение к европейской безопасности. Российская агрессия и бои на востоке Украины — угроза миру в Европе. Другие же не применули напомнить, что новые минские соглашения еще не означают потепление в отношениях между Москвой и Россией. ...не будут сняты, пока Владимир Путин не изменит своего поведения. Впрочем, вопрос... ...впервые за год не рассматривается, заявила глава европейской дипломатии Федерико Магирини. Главная тема — это практические меры по мониторингу и поддержке перемирия на Украине. Подписание Минской декларации, безусловно, вызвало вздох обличения у Европы. Но теперь осталось дождаться, какие предложения по поддержке, мониторингу и реализации этой декларации сформируют лидеры ЕС. А главное, согласятся ли на них Россия и сепаратисты.